тема кризисной ситуации первая помощь что можно делать что можно что не нужно делать и мы начнем с того что же такой кризис признаки кризиса виды кризиса фаза говорим про крисную интервенцию о том что это такое почему и важно получать вовремя и что значит это самое во время что можно делать что желательно делать что не нужно делать ни в коем случае разберем трехстопенчатой модели решения кризиса который может использовать любой человек говорим про скорбь чем она отличается от депрессии чуть-чуть зацепим синдром выгорания про которому уже говорили до этого поговорим про то как можем помочь человеку у которого есть мысли о суициде говорим также чуть-чуть про мифы о суициде как не выиграть оказывая помощь и немного про посттравматические синдромы что можно делать в его случае согласно международному классификатор болезни десятая версия которая на данный момент используется европе кризис можно писать как f43 это острая реакция на стресс моя какая-либо или реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации или посттравматическое стрессовое расстройство то есть это все диагнозы из одного кластер вместе одним скопом можно так сказать что их объединяет их объединяет то что есть влияние внешних факторов то есть есть нечто что произошло снаружи и я на это среагировал если мы говорим про кризис то одна базовая дефиниция кризиса это субъективная реакция на жизненную ситуацию вызывающую тревожность так сильно пошатнувшая психическую стабильность человека что серьезно затронута способность человека переживать произошедшее и функционировать даже на бытовом уровне по сути если ее разбирать более детально и более просто кризис всегда еще считался эпохой возможностей или особенности возможности вдоль кризиса то это не самая ситуация а наше восприятие ситуации и реакция на это восприятие про признаки если что-то происходит как я могу на это реагировать эмоционально есть тревожность страх чувство вины может быть чувство стыда унижения грусть скорбь гнев одиночество на самом деле полная палитра всего что может может быть у человека безнадежность беспомощность напряжение если мы переходим на физические физические признаки то здесь тоже как бы весь соматический спектр есть от усталости потери аппетита сердцебиение боли в груди до входа нарушения координации движения гипертензии головной боли бессонница подергание мускулатурга окружение тошнота рвота расстройство пищеварительной системы то что связано с правлением сексоматики о чем мы говорили на второй части она может иметь возможность появляться здесь на уровне сознания обычно отмечается замедленного восприятия то есть я думаю мысль медленнее чем я мог бы мне труднее делать какие-либо вещи мне тяжелее решать задачу проблемы вместе проблемы с концентрацией являются элементы невнимательности могу забыть ключи например ну вот трудности узнавания мест людей деориентация времени пространстве такая уже совсем все плохо и тяжело это допустим кризис после автовария может появляться вот в таком в таком ключе а так это маленькие симптомчики потихонечку они копятся все вместе медленно растут вверх и что мы говорим аккумулируются кошмарные сны и флешбеки здесь стоит остановиться потому что кошмары сам себе к примеру не являются проблемой и они встречаются в мирной жизни абсолютно совершенно спокойно и часто а вот сны и флешбеки флешбек вспышка это воспоминание о травматичном событии которое у меня было длиной нескольких секунд до нескольких десятков секунд где мысленно переношусь в то место где находился и начинаю заново переживать то что я испытывал в той же самой степени интенсивности что и раньше именно флешбеки являются таким маркером наличия посттравматического синдрома они очень мешают людям с адаптацией не могут появляться телесно не могут появляться в виде поведения и отличительная черта от воспоминаний со временем они не становятся тускнее и не пропадают не все время сохраняют определенную яркость что достаточно мучительно поведенческим кризис проявляется изменение в жизненных привычках я могу начать жить иначе могут привели певица отстранение от других такая как замороженность могут появиться признаки эмоциональной мобильности то что мы за эмоциональные всплески приступы агрессии человек может начать употреблять алкоголь и наркотики или начать много курить изменив по моему поведению могут быть от совсем а сексуальных актов до достаточно повышенного сильно повышенного сексуального желания может проявляться чувствительность к свету звуку и актуально что может проявляться элемент подозрительности параноидальности могут происходить изменения речи которые могут отмечать другие близкие люди что человек начал разговаривать иначе трудности с успокоением и отдыхом человеку тяжело отдохнуть успокоиться занимает больше времени сильно больше времени чем раньше и все время находится такое встревоженное состояние то что мы называем на взводе также нарушение аппетита и соматизация это не специфические боли здесь болит там болит здесь тянет там тянет но это станет становится достаточно стабильным последствия к чему это может приводить если кризис не решать его не используется как возможность не решать конструктивном ключе то это приводит к снижению качества жизни человека его близких потому что жизнь человека который находится в тех состояниях который мы описали только что становится очень сильно тяжелее призываются соматические заболевания также развивается вот девиантная рискованная саморазрушительное поведение также развивается подавленность депрессивно депрессивное настроение как мы уже говорили повышение различного вида наркотических веществ именно ради того чтобы загасить и убрать то состояние которое не мешает это основная причина почему люди начинают употреблять все вещества также для того чтобы я мог продолжать работать потому что стане и воспоминания которыми постоянно меня нахлынувают они не мешают делать мою работу вы решение адаптации собственно говоря финал это посттравматический синдром рацион и вид кризиса разделяет на 4 стадии 4 варианта травматические кризис травмы кризис развития через который проходим мы все экзистенциальные кризисы и многомерные которые объединяют себе несколько кризисов которые наслоились друг на друга на один период времени что значит травматический кризис они вызываются неожиданные незапланированные события когда человек переживает утрату несчастных случаев то есть я шоу-шоу и внезапно что-то случилось поставили диагноз упал кирпич было столкновение было автоавария что-нибудь момент который действует отметить что кризис переживает не только человек который затрагивает ситуация но также его близкие потому что не находятся с ним в контакте а как мы уже говорили опять же ранее что все эмоции они достаточно инфекциозны мы перенимаем эмоциональное состояние близких нам людей а также свидетели произошедшего несчастья потому что сам факт того что я вижу но затрагивает в меньшей степени но все равно затрагивает меня и яма начинаю внутренне сопереживать человек проходить вместе с ним то через что теоретически он мог бы проходить я создаю такой конструк внутри своей головы начинаю в нем вариться и его переживать одна из причин почему youtube в свое время ввел ограничение на просмотр видео и где но для детей ограничение по возрасту 3 с развития это когда в процессе жизни я сталкиваюсь ситуации где есть психосоциальные процессы которые мы связаны взрослением развития обучение детском саду в школе в университете рождение брата сестры сначала обучение вузе работа брак развод беременность рождение ребенка и так далее и тому подобное по идее мы должны их преодолеть легко здорово с задором и получить от этого определенный бонус не всегда так происходит и даже вот то есть вам пустого гнезда когда дети уходят из семьи или начала новую работу они могут меня очень сильно эмоционально выносить за пределы моей способности выдерживать напряжение и стресс и это сказывается на моем самочувствии социальный кризис хотя и вот и являются следствием кризисов развития травматических могут появляться в себе на определенном периоде периоде жизни как правило цепляют четыре вопроса вопрос одиночества что я один вопрос осознание своей смертности что я смертный страх смерти вопрос смысла жизни зачем все это кому для чего все это нужно а также вот четверто это вопрос свобода создание своей свободы последствий принятия отказа от этой свободы то есть я могу делать все что хочу но это принесет могут последствия могу ли их просчитать могу ли их принять или мне хочется жить в структурированном понятном мне мире каждый из них достаточно тяжелый этап они повторяются регулярно нашей жизни если можно них ответить найти ответ нам становится сильно легче если нет они начинают нас оттачивать и многомерный кризис например когда на один период времени совпадает романтический кризис как смерть близкого человека кризис развития уход на пенсию эссенциальный кризис зачем все это что дальше плюс дети уходят из семьи и все это может развиться в итоге достаточно тяжелую соматику например психосоматические расстройства приступы стенокардии которые могут в итоге реализоваться например вязать до сперстной кишки или даже дойти до импорта миокарта про фазы кризиса их стандартно 4 острая фаза острая реакция на стресс то есть после столкновения реакция то есть после столкновения я потом должен как-то среагировать эмоционально то что происходит мое тело начинает реагировать фаза решения обычно самое длинное там сознание проблемы стабилизации и здесь вопрос я решу проблему конструктивно или решу проблему не очень хорошо и в итоге все сводится то что в четвертом где все должно устаканиваться и стабилизироваться называется фаза переориентировки смирение новые жизненные планы и я живу дальше проработав опыт который у меня сложился за этот период времени если я не проработал опыт рано не заживаю и в итоге начинаю дрейфовать в состоянии кризиса одного кризиса к следующему следующему происходит при травматизации здесь мы приходим кризисной интервенции и почему нужно получить и вовремя есть картинка отражающую определенные реалии не прыгайте бригада кризис интервенции приедет к вам через восемь дней людям иногда сложно получить помощь вовремя для чего вообще все это нужно кризисной интервенции считается стадии при терапии то есть это не сама психотерапия это вмешательство через общение с человеком чтобы пытки его стабилизировать нужно но для того чтобы облегчить симптом обеспечить профилактику психических симптомов их развития психозов тревожности депрессивных состояний убрать всевозможные боли в будущем чтобы все это не копилось и не перегружал лимбическую нервную систему и как обычно стараются решить эту ситуацию обычно больничный человек будет возможность отдохнуть или поспать или мы начинаем употреблять таблетки турном прописывают или мы сами себе прописываем попытки заниматься самолечением практика показывает что сам все больничные и попытка отдалиться и ничего не делать она не решает эти ситуации также как и медикаменты сами по себе мы про это поговорим чуть-чуть дальше тоже на самом деле до конца ничего не решают они кому-то могут помочь на легкой стадии в случае тяжелой стадии сам себе не могут даже продлить ситуацию на достаточно длительный период времени дефиниция кризисной интервенции это процесс направлен на моментальное решение проблем используя личные социальные окружающие ресурсы обычно считается что это от одной до четырех встреч от 45 минут до двух часов в некоторых случаях этот разговор может идти дольше но это скорее исключение цели как мы уже говорили помочь преодолеть кризис простимулировать адаптацию по идее мы развиваемся через кризис поэтому их не стоит бояться мы сталкиваемся с кризисами развития мы ходим в школу ходим в садик ходим в школу ходим в университет у нас мы строим отношения мы каждый раз сталкиваемся с новыми задачами за счет их преодоления мы постоянно растем и можем больше чем могли до этого получаем больше ресурсов поэтому а значит вот помощь в достижении более высокого чем-то кризиса уровня функционирования для нас обычно два выхода мы можем выйти либо на более высокий либо на более низкий уровень выйти на тот же самый уровень функционирования к сожалению за счет особенности работы птички нельзя обучение или психоэдукация способность чека обучить новый механизм преодоления стресса мы через обсуждение что могут сделать еще оспаривание нерациональных убеждений и эротичных надежд потому что они приводят к еще большему разочарованию еще большую боль мы помогаем от них отказаться вовремя и уйти к более конструктивные решения и да естественно здесь очень важно сотрудничество человека чтобы мы не просто лечим в кавычках навязываем свою помощь и стараемся вот тебе обязательно поговорить давай соберись те плохо обрати на себя внимание здесь как раз идет уровень что человек сам понимает что что-то не так и он готов общаться готов открываться и с ним нужно эту тему на это сотрудничество вводить процессе даже если вначале находится в стадии отрицания что еще отдельно ставится целью это помочь пережить процесс горе потому что горе скорбь сам все нормальный процесс который всегда связан с утратой и он для нас очень болезненно потому что каждый раз когда мы что-то теряем особенно когда это касается близких это вызывает определенные эмоциональные ощущения и этому процессу не нужно мешать то есть мы помогаем него пройти не застопорить не уйти от него время не спрятаться также цель это идентифицировать социальные риски и их уменьшить уменьшить страдания и сохранить мобилизировать здоровые грани личности ну и собственно говоря как уже говорил с ранней профилактика всех возможных последствий в виде посттравматического синдрома или адаптационных расстройств этапы идут примерно такие что в идеальном варианте после кризисной интервенции идет изменение восприятия реальности просто как я перестаю то гиперактивно не реагировать и гипер эмоционально идет уменьшение дистресса я меньше реагирую на стресс меньше воспринимаю стресс за счет этого я сам по себе за счет только за счет этого я начинаю лучше функционировать и лучше адаптироваться к реальности здесь мы переходим к трехступенчатой модели разрешения кризиса все на самом деле очень просто у нас есть три этапа первый этап это сбор информации второй этап это определение проблемы и ее решения мы находим что на самом деле мы сейчас делаем что мы будем решать и как мы это будем делать и после того как мы это проработали мы переходим к альтернативным подходам и решениям на которые человек мог изначально не подумать пропустить не заметить и или даже не подозревать что они вообще существуют что как же может есть очень важный момент относиться к этому серьезно вообще весь процесс кризисной интервенции то что мы говорим про посттравматический синдром он связан именно с тем что мы относимся к тем вещам серьезно не формально не для галочки не я сделал все что мог а вот серьезно шаг за шагом мы делаем все процессы до конца первом этапе где идет сбор информации важно услышать и определить события которые вызвал кризис иногда это не так очевидно как кажется то есть увидев человека услышав историю можем представить что наверное он переживает потому что это наша догадка потому что кто-то может переживать того что не ударил кто-то того что он видел как кого-то ударили кто-то сам пережил определенное ощущение может быть он акцент сделал не на том что случилось про что он рассказывает а про что-то вообще другое поэтому мы слышим определяем проверяем и продолжаем очень важно в процессе общения помните об актуальности что происходит здесь сейчас где мы находимся что мы делаем достаточно нормально ли это место для оказания вообще кризисной интервенции насколько это место вообще безопасно что я сейчас вообще делаю что человек сейчас делаю ни в коем случае не стоит решать проблему заранее то есть я вижу что человек находится с моей точки зрения кризисе подхожу к нему или начинаю предлагать ему решение это воспринимается со стороны человека у которого даже сужено восприятие реальности иногда как агрессия и поэтому это четкая антирекомендация так не делать когда так не делать далее идет вопрос насколько человек готов вообще открыться что-то рассказать активное выслушивание там где мы не просто слушаем мы коммуницируем с просьбой сказать больше или что мы заинтересован в том что слушать потому что люди боятся рассказывать идти вглубь многих вещей если не видеть что нет никакой то заинтересованность со стороны человека который слушает второй момент избегать желать вообще не использовать вопроса почему вопроса почему в русском языке в определенной формулировке когда они задаются они провоцируют чувство вины и мы этого избегаем мы можем спросить что-то из серии какая была причина что происходило и так далее сама вообще терапевтическое общение на должен быть естественным удобным и всегда сфокусированным на человеке мы все время говорим про него не отвлекаемся есть важно понять что такое терапевтический альянс это как раз тот момент который нас лечит является целительным при общении со вторым человеком это коктейль который состоит из уважения эмпатия толерантности принятия второго человека согласование действий контейнирование это способность выдержать его эмоциональный накал думаю что многие из вас могут знать что определенная реакция когда мы разговариваем с человеком который эмоционально пришли рассказывать или рассказывает про очень тяжелые события в своей жизни она вызывает очень сильную эмоциональную реакцию внутри человека который слушает контейнирование способность выдержать взрыв эмоций второго человека в себе и показать ему что с этим можно справиться через себя поэтому это проконтейнировать заинтересованность подача информации отражение информации и конфиденциальность тоже важно усваивать все эти элементы когда они соединяются в один не представляют то что мы называем терапевтическим альянсом который является сам по себе целительным про импати имеет смысл спросить что это такое и чем он отличается от симпатия не просто полное понимание углубления в переживание другого человека очень важен здесь момент что восприятие происходит без идентификации с ними полностью то есть мы сохраняем одну ногу в реальности одной мы вступаем мир второго человека таким образом мы не теряем способности понимать что происходит анализировать что происходит если мы погружаемся полностью а иногда бывает что нас захватывает и волна и она просто течет сносит нас и уносит с собой в этот момент мы на самом деле даже если нам кажется что не так мы теряем способность к анализу мы начинаем проживать мир второго человека со всеми элементами беспомощности и того что он прошел и не смог чем-то справиться на тот момент очень важно что оказывающий помощь он сохранит равновесие между эмоциями и действием разума и очень важно что нужно фокусироваться на ощущениях человека физических и на эмоциях и что они для него значат симптомы внешнего обстоятельства это всего лишь этикетка обертка того что на самом деле происходит потому что нас как можно говорить только что до этого ранит не само событие а мое отношение к событию и само событие то вот всего лишь обертка конфетки очень важно что в ней находится если мы переходим к вторым второй части 2 ступень после того как мы выслушали определили что происходит мы дальше определяем конкретно проблема на данный момент что происходит проблема подчеркивает актуальность как она влияет на человека здесь сейчас почему именно она для него сейчас имеет такое большое значение и что можем с ней делать здесь мы переходим к моменту что просто как человек рассказал историю могут оставаться определенные белые пятна которые нам мешают понять что на самом деле происходит вот здесь идет вопрос какая дополнительная информация нам необходима для того чтобы решить что мы будем делать дальше все ли нам понятно и в этом этапе мы определяем потребности что человеку на самом деле нужно на данный момент он говорит про одно правильно ли я понимаю что ему нужно вот это попить воды уйти домой это переночевать снять боль что-то еще как уже говорилось кризис всегда связан с утратой в тольной степени поэтому часто цепляет тему скорби которая всегда связана с утратой и сбор информации он может всегда цепляет документ как что человек потерял потому что это вызывает болезненные ощущения человек может потерять утрату контроля контроль свободу утрата способности выбирать уходить что-либо делать любая навязана форма регуляция не группа функции тела и т.д. и утрату у другого человека когда мы определились что из всего этого самое важное на данный момент потому что кризисов может быть много не могут восстанавливаться друг на друга мы приходим к созданию плана наш план должен быть реалистичным конкретно с определенным сроком расписан по пунктам и и поднесен второму человеку потому что опять же человек в кризисе думает медленнее даже если он соглашается говорит важные слова это не означает что он реально это на данный момент понимает и наличие плана должно быть желательно записано потому что то что я сказал я через полчаса могу забыть и не вспомнить я помню что мы о чем-то говорили что там вроде решили что конкретно и вот эта деталь она может мешать выйти из этого состояния соответственно когда мы написали план к решению конкретно значит мы смотрим можно ли как-то альтернативно решить или найти какой-то новый подход и смотрим с позиции первое какая вообще помощь нужна на данный момент еще раз мы всегда спрашиваем согласие относительно специфического плана решения согласны ли вы что мы можем вообще вообще продолжаем разговор в этом русле раз что мы чего-то хотим сделать два что можно ли побывать и посмотрим другие варианты как можно решить задачу три мы рассматриваем небольшие доступные шаги которые человек может сделать сразу например вот рассматривать вариант произошла автовария мы у человека говорим что давайте отойдем машины к этому дереву сядем подождем помощь все это три шага который можно реализовать сейчас как уже говорил по должен быть реалистичным с конкретным определенным сроком а не выходить в какое-то нечто очень трудно достижимое нереализуемое потому что если это выходит за пределы того что мог сделать прямо сейчас я начну откладывать если я отложил шанс того что это реализую завтра счет на того что у меня вопрос моих ресурсов стоит вообще под вопросом он весьма нереалистичный то есть когда мы с человеком говорим что он может сделать кому обратиться за помощью кому позвонить как доехать до дома какие медикаменты принять что что какие шаги общие все должно быть очень политично и конкретно никаких обобщений это не приветствовать если мы переходим к тому что можно делать чего нельзя делать я здесь сделал вырезку из фильма 50-50 про прикосновения и можем посмотреть что у нас примет общества что мы сочувствуем трогаем по плечу второго человека или по руке или похлопаем и видно что в данном случае пациент говорит своему церапевту что ему не очень приятно когда его хопают по руке и когда к нему прикасается особенно когда он давал на это разрешение тема прикосновения с одной стороны нужна потому что нам нужны прикосновения сила объятия с другой стороны с другой стороны не знает человека не знаю предыдущего опыта не зная как он относится к нарушению своих границ не зная как он вообще пережил и затянул вообще определенные свои эмоциональные социальные физические состояния вы прикосновения не приветствует и перед тем как прикоснуться всегда имеет смысла спросить разрешение когда мы говорим про навыки первое это то что называется давать всегда пространство не торопиться вообще нельзя оказать кризисную интервенцию за 10-15 минут можем оказать какую-то психологическую помощь как-то подойти поддержать а вот полноценно проработать планы пройти шаги нам нужно для этого уделять время поэтому мы не торопимся мы не торопим человека потому что ему всегда нужно время на то чтобы собраться что-то сделать нужно быть активным слушателем и еще раз отмечу что очень важны все чувства и мысли и гнев обвинение это тоже стены реакции тоже чувствует про них имеет смысл говорить даем высказаться перед тем как переходим к поиску решения есть конечно такой момент неоднозначный что человек может говорить очень долго иногда часами я думаю что вы могли с этим сталкиваться в своей работе в этом случае мы идем столько сколько мы можем сколько наше время все позволяет и мы можем это выдержать потому что от нашего самочувствия тоже много что зависит мы переходим к тому чтобы как-то конкретизировать поток того что происходит с человеком внимание не осуждать не морализировать это я думаю само собой является понятно очень важно еще нормализировать эмоции что нормализация показать человека что то что он испытывает гнев в данной ситуации адекватно обращать внимание на вербальные и невербальные реакции на чужие и на свои потому что мы очень часто отражаем то что человек показывает и делает если мы контролируем себя через какое-то время можем влиять и на второго человека тоже выслушать мнение человека о его желаниях и возможностях потому что мы можем с нашей точки зрения с нашей позиции решение какой-либо задачи может быть очень легким и очень простым позвонить решить доехать банально вызвать такси к примеру да человек может не всегда сделать то что мы себе представляем возможно во-вторых он может об этом даже не думать а в-третьих у него может быть вообще какая-то другая потребность на данный момент более острая вот с одной стороны ему нужно обратиться к врачу а с другой стороны ему нужно поехать домой где сидит маленький ребенок для него это важнее чем обратиться к врачу потому что он чувствует себя более-менее приемлемо на данный момент с его точки зрения говорить просто коротко конкретно на понятном языке есть краткая сестра таланта есть одно исключение про него я расскажу позже оботребляем открытые вопросы то есть здесь неприемлема игра в донетку если мы хотим взглянуть внутрь человека его внутреннего мира и выйти вытянуть оттуда то что у него накопилось и то что его разъедает изнутри мы должны давать ему возможность это излить также очень важный момент что в одном разговоре обсуждается только одна проблема то есть человек может рассказывать про то что сгорел дома нужно забрать ребенка у него болит голова нет работы сломалась машина я потерял телефон это несколько проблем на один период времени мы выбираем ту которая наиболее актуальна из них всех на данный момент мы обсуждаем только одно если мы пытаемся решить сразу несколько с точки зрения человека который находится в кризисе это может восприниматься как киш-миш где все наваливается в одну кучу и он не может с этим разобраться нам со стороны кажется что это очень понятно там сделал одно сделал второе сделал третье шаг за шагом когда человек открывается список задач на различные проблемы он начинает их путать и в один момент он ломается потому что очень следственная цепочка начинает сыпаться поэтому один разговор одна проблема будет решена будет другой разговор и мы сосредотачиваемся на ситуации здесь и сейчас опыт прошлого может помочь понять почему человек оказался в кризисной ситуации иногда казалось бы маленькая мелочь может вызвать очень большую эмоциональную реакцию здесь очень важно спросить что у человека происходило раньше понимание прошлых ситуаций это способ человека выразить свои ощущения в данной ситуации если вы решите я чувствую себя так же когда от меня ушла прошлого жена в прошлом вебинаре я поняла что была ситуация когда у одного знакомого была очень яркая эмоциональная реакция которая очень напугала близких после того как он узнал что у него умерла рыбка причем того чтобы он не была там единственная и прямо самая любимая рыбка причина такой реакция была в том что у него до этого было очень много потерь в семье очень много людей умерло за один год было очень много похорон по сути он не успел пройти стадию горевания ни по одному из людей как бы и рыбка была такой вишень на торте которая спровоцировала очень яркую эмоциональную реакцию следует осознавать свои границы про это мы еще будем говорить когда мы поднимем топик как оказывать помощь не выгорая или в какой-то степени защищая себя но мы можем понять что мы не можем помочь всем мы не можем помочь всем всегда мы вообще по многим вопросам очень многие вещи сделать не можем физически и разорваться на 10-15-30 человек мы тоже не можем есть ровно столько сколько я готов давать или могу дать на данный момент и вот это мой лимит и я за него шагать не буду также не следует искать решение проблем вместо человека оказавшихся в кризисной ситуации потому что иначе это может привести к игре в жертву когда человек начинает играть в такую игру которая называется дано да это хорошая идея но к сожалению не получается да это тоже прекрасный день но у меня нет таких друзей да это классно но мне это тоже на данный момент для меня это очень далеко невозможно непонятно нереалистично в процессе разговора мы спрашиваем думали ли вы о такой варианте как вы думаете что можно сделать еще как вы уже ранее справлялись с предыдущими ситуациями что говорит ваш предыдущий опыт видели ли вы решение подобной ситуации по-другому по своих знакомых и через это приходим чтобы не скатываться в полемику если необходимо то нужно задать дополнительные вопросы но прежде всегда имеет смысл задать несколько предыдущих вопросов потому что кризисная интервенция по сути является такая как мини хирургическая операция на технике но как в любой операции есть определенные законы и не стоит перерамку ковырять больше чем нужно поэтому такие стоп вопросы для себя в первых нуждаюсь ли я действительно дополнительная информация не является ли это для меня простым любопытством мы оказываем помощь и удовлетворяем любопытство не опасаюсь ли я возможного умолчания поэтому и сдуй вопросы вопросы еще вопрос чтобы человек просто продолжал говорить не скучно ли мне когда я общаюсь с человеком и я понимаю что начинаю как бы уходить от разговора потому что или мне это болезненно в чем-то неприятно или уже банально или где-то приелость или неинтересно и поэтому я начинаю задавать вопросы чтобы хоть как-то оживить дискуссию не чувствую ли я себя неудобно обсуждая эту тему потому что я чувствую себя беспомощным в этой ситуации не напуган ли я интенсивность чувств человека поэтому я стараюсь ему кинуть вопрос чтобы он начал говорить про что-то другое и перестал меня сносить своим эмоциям от снами реакции не чувствую ли я себя беспомощным что ну да вот у человека случилось горе ему нельзя никак поправить что я могу помочь вообще в этой ситуации не желаю ли я сам сменить предмет разговора потому что он мне очень мешает я не хочу на концентрироваться он для меня болезненный могу ли я вообще своими вопросами улучшить или изменить чувство человека если ответ да на эти вопросы то не имеет смысла задавать вопросы а имеет смысл вернуться к перефразированию и отзеркаливанию чувств про которые мы поговорим чуть позже на то как вернуть человека к реальности и отзеркалить ему его состояние чего не стоит делать в кризисных ситуациях если уж мы с ними столкнулись и оказались там приказание помощи естественно не оставлять человека одного без присмотра возможности связаться без средств связи не читать мораль не обвинять не проповедовать не критиковать потому что потому что это бесполезно ситуация уже случилось и эти вещи они только провоцируют чувство вины и загоняют человека ищут гугу в яму из которой мы пытаемся его вытащить не обсуждать позитивную сторону самоубийства казалось бы очевидно но нет также не отрицать сути дальних людей человека мы их не пытаемся спрятать под ковер наоборот про них как раз имеет смысл говорить не давать себя убедить и обмануть словами что приз преодолен все в порядке все на самом деле хорошо все просто великолепно не применять шоковую терапию не пытаться один кризис выбить другим кризисом это вот момент что когда человеку делают укол в руку он боится иголок а ему друзья делают крапивку на второй руке сказать брать фокус внимания по одной боли на другую боли тогда он может выдержать здесь это не работает человек может выдержать ровно столько сколько может если лет в перебор у него есть последствия и наша шоковая терапия может сыграть злую шутку очень в этот момент мы ничего не анализируем не говорим не объясняем поведение других людей и потому что это опять перегруз на ментальном уровне не будь очень пассивным то есть это если мы оказываем помощь то мы оказываем помощь не будь чрезмерно активным то есть не стараться сделать все за второго человека гиперопека тоже работает очень плохо если мы приходим к тому что нам мешает слушать людей вообще в коммуникации первое сравнение себя с человеком в кризисной ситуации если начинаю себя сравнивать то я перестаю слышу то что мне говорят считывание мыслей и принятия только тех мыслей которые подтверждают понимание этого человека а я уже понял про что ты собираешься говорить на наверное про это я жду что он скажет а все что не подтверждает я начинаю игнорировать если у человека идет большой поток эмоций слов и очень быстрый темп речи я начинаю готовиться к реплике и к реакции за счет того что начинаю готовиться а вот сейчас он вот начнет замедлить тампель и замолчит и тогда я спрошу вот это если начинаю все так готовит я уже не вконтакте его не слышу на самом деле начинают вести свою линию разговора не помогать попытки услышать конкретные вещи защитная реакция при столкновении собственными решенной проблемой как человек говорит на какую-либо потерю у меня была такая же потеря и она у меня до сих пор не прожита в итоге у меня происходит ретравматизация я слышу человека из каждой его фразы которую он мне говорит мне становится все больнее и больнее и труднее его слышать потому что он давит мне на мою нерешенную задачу какую-то в связи с прощением например или отпусканием людей которые умерли осуждение если начинает появляется резкая реакция осуждения что ну да понятно это все потому сам виноват то в этот момент я тоже уже не слушаю эмпатично выслушивание с постепенным уходом в свои мысли это классика жанра называется защитный механизм как фантазирование в этой ситуации когда я начинаю слушать второго человека или его слушаю мысленно я здесь это называется абсентиизм или презентиизм то есть мое тело здесь но кивает долю грида на мыслях я уже где-то в другом месте и делаю совершенно другие вещи в итоге как бы я оставляю где-то маленький процент своего сознания здесь и ухожу в сторону потому что вот то что здесь вам не сильно интересно и мы здесь это в классике жанр можно встретить университете здесь преподаватели ходят первого ряда и первый ряд сидит да да хорошо конечно если в кого-то ткнуть пальцем он даже скажет да конечно да согласен или согласен с предыдущим оратором но мысленно он не здесь потому что он так как он решает другие задачи мысленно уже дома смотрит думает что он будет делать что он будет отвечать что он будет делать после этого разговора идентификация это сравнивание себя опять же с человеком который испытал кризис или в нем находится но немного в другом ключе я преодолел эту проблему или преодолел ее частично хожусь процессе решения и начинает слушать как он ее решает а он с ней не справился я начинаю опять идентифицироваться человек нужно быть очень аккуратным с советами собственного опыта если начинаю давать советы собственного опыта не большинству людей не помогает потому что люди разные опыт у людей разные способность применить на самом деле разные то что одному хорошо другому не очень хорошо и как классику можно привести пример что вот есть два друга один классический ботаник в очках вот у него ребята во дворе отобрали очки и вот он приходит к своему другу которые мастер спорта по тэквондо кикбоксингу и говорит вот у меня ребята отобрали очки что мне делать вася ведь это же очень просто хочешь во двор спрашиваешь кто у них главный он выходит и ты бьешь его со всей силы сколько успеешь вот максимально сколько успеешь если вот главного типа вырубишь все остальные разбегутся проверь проверено много раз я вам так много раз делал мне помогал исход можем предугадать поэтому что одному хорошо другому не очень советую желательно вообще не давать вообще быть очень осторожным уход а тема разговора то есть человек говорит про одно а мы пытаемся его вывести на что-то другое мы таким образом провоцируем коксулирование переживания оспаривание идей но вот так нет и видео было иначе кстати о чем вы там говорили громкое подтверждение дичек да да конечно потому шагмент это сбивает его его причин следственной цепочки которым пытается построить ну и правило все внимание посвящается пострадавшему они себе иногда хочется очень делить время себя фокусируемся только на здесь сейчас не на том что было не на том что будет а вот здесь и сейчас человек вот я сижу на стуле сейчас я сижу на стуле чувствую стул и говорю про то что я чувствую вижу слышу сейчас очень важно постоянно возвращаться к чувствам мыслям человека которые поддерживают реакцию на кризис злость и гнев ненависть а страх ужас вращение и так далее отдельно можно зацепить такой параметр как фантазии очень мало спросить чего вы боитесь здесь нужно делать акцент давайте фокусируем что самое плохое может случиться и в таком ключе выясните конечно от контекста если мы переходим к планированию на первом этапе когда человек вентилирует чувства мы говорим что чувствуете сейчас вот сейчас и опять еще раз сейчас это то что вы думаете что вы чувствуете как уже упоминалось по оказывающую помощь также может быть сильная эмоциональная реакция на то что рассказывает человек поэтому вентиляция эмоций это очень важный инструмент в том чтобы дать человеку выплеснуть тот яд который в нем копится что-то такое вентиляции эмоции или выкладывание себя на сама по себе помогает человеку чувствуете лучше приносит облегчение потому что я не каплю тот эмоции эмоциональный потенциал внутри себя в своем теле и его через действие вербализацию уплескиваю наружу ну к сожалению это прилетает в чек оказывающего помощь она помогает освободиться от напряжения считается что это один из методов поддерживающей терапии который помогает сохранить сумму уважения снизить тревожность в процессе нам это делает однако не все могут начать с легкостью взять говорить они просто могут замолчать поэтому очень важно мотивировать разговаривать продолжать говорить создавать наводящие вопросы и помогать разговаривать и переживаниях через отражение то есть мы выслушаем как чек описывает стрессовую ситуацию события мы отражаем то что говорится и выясняем отношение к произошедшему воду правильно ли я понял мы даем возможность провентилировать чувства пытаемся усмотреть связь с событиями прошлого задаем вопрос о том как человек раньше справлялся с подобными проблемами о том как он справляется с другими стрессовыми ситуациями возможно этот вариант тоже помогает и может помочь справиться как уже говорилось еще раз осознаем свои границы что можем что не можем осознаем доступные ресурсы на данный период времени не гипотетически очень важно быть честно с самим собой и с человеком не не пик медиагируем гипертрофированным но и не с покерфейсом все что человек говорит в кода фраз по суициде мы всегда воспринимаем серьезно сохраняем вербальный и невербальный контакт с человеком и таки понять что с ним происходит очень важный фактор здесь быть человечным не скатиться в чтение нотации идти не сходить с грудки начать трясти человека мы понимаем что человеку плохо мы стараемся ему помочь вот это сохранить человечность это важный фактор который нам еще помогает сохранить нашу ресурсность и помочь человеку по-настоящему перефразирование когда человек вам что-то рассказал отвечая на вопросы что вызвал кризис какая проблема на данный момент о каких событиях и чувствах человек рассказывает наиболее эмоционально мы можем перефразировать вот он говорит я попал в такую 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 ситуацию и длинный рассказ про ситуацию и мы в одну фразу укладываем что правильно ли я понял что вы попали здесь здесь и здесь и для вас сейчас наиболее актуально вот это вот это и вот это мы ставим на это акция при отражении чувств и определении сущности что суть что на самом деле произошло можно говорить что понятно и вполне нормально что если вы попали в такую ситуацию можете чувствовать себя и вы чувствуете себя вот раздраженно зло недовольно грустно и печально и это нормально также вот как уже говорилось не даем себя убаюкать фразами в порядке я нормально потому что весь социальный кризис сомнения тревоги стресс они как матрешку и прячутся друг друга и появляется стандартно я совершенно сто процентов в порядке мы смотрим что за что за этим стоит что за каждый из этих фраз стоит здесь есть ссылка на ресурс на сайте здесь эмоциональный салон где можно почитать посмотреть как можем рефлексировать и чему важно говорить про эмоции какие у нас есть варианты отражает чувство нам очень важны вступительные слова вступительное слово мы называем чувство по имени и берем содержание очень часто кризисе люди не слышат начало фразы в итоге это приводит искривление восприятия того о чем мы говорим вообще что нам помогает если есть вступительное слово название чувство чувство кажется значит похоже я вижу я слышу что-то и люди это пропускают а потом у них является та часть про которую мы говорим вы чувствуете себя так и так потому что так и так так ли потому что вести эту цепочку людям видеть опять же очень тяжело самостоятельно теперь немного про психическую травму пережито вызывая психическую травму если человеку важна для себя ситуация попал под влияние двух факторов наложившихся в один период времени человек чувствует себя незащищенным беспомощно подверженном неизбежности и одновременно весь предыдущий опыт который у него есть не дает ему решение этой проблемы то что мы называем отсутствие механизмов коппинга или отсутствие механизмов птиодоления тогда это для нас считается психическая травма и как мы завершаем беседу нам поговорили мы составили план посмотрели различные варианты решения мы подводим итог и это наша задача но мы перефразируем понятные ресурсы договоренности о предстоящей работе шагах которые человек сделает сам то обязательно потому что если человек делает сам он возвращает себя контроль над ситуацией если он сам гайдет до дерева и сядет под него возвращает анатольную ситуацию веру в себя и эмоционально это большая внутренняя поддержка итак после нашей беседы мы договорились о том что приготовите себе горячего чая поджить и ваню завтра звоните туда-то и туда-то выясните тот и тот так дополнительных возможностей если в этом есть необходимость потому что люди про это очень активно часто забывают она даже пишется записка с этим с определенным пунктом человеку дается с собой потому что сейчас он помнит и через полчаса сорок минут он опять может про это забыть мы условили что вы сделаете есть еще возможность обратиться туда-то и туда-то и возможно вам эта информация нужна поэтому очень часто в кризисных центрах есть различные буклеты которые дают людям собой еще важно говорить спокойно и уверенно похоже мы обсудили то что для вас актуально сегодня можем завершить нашу беседу это такая ритуальная фраза она нам показывает что наш разговор на данный момент он заканчивается вот по этой задаче он заканчивается а новое пока не начинается потому что старое еще не решено вот начнется решаться тогда можно говорить про что-то 2 3 4 бывает все это не всегда так и человек не желает заканчивать разговор в этот момент тогда важно понять почему так происходит вам для себя нужно понять вы должны понимать что происходит с человеком что понимать что делать дальше один из вариантов что можно делать это вот отразить то что происходит например неуверенность сомнения страх чувство одиночество ощущение брошенности желание продукта разговор потому что это опять же нормально чувствуете так в этой ситуации иногда только концу нашего разговора когда мы поговорили про какую-то задачу и приняли решение и договорились что будет делаться дальше человек становится готовым создать настоящую проблему из-за которой мы очень плохо есть очень важный момент что мы тогда если у нас есть ресурс мы это делаем если это мы переносим и договариваемся на конкретное время место где мы с человеком встретимся и это обсудим потому что человеку очень важно знать когда он сможет об этом поговорить не гипотетически когда-нибудь на неделе не когда-нибудь завтра а завтра в двенадцать это важно это как такой маяк как свет в конце туннеля и отражаем опять же чувством готовности доверия привившиеся после беседы поощряемо говорить о том что действительно важно для меня важно что вы со мной этим поделились что вы открылись и по-настоящему готовы про это говорить это важно про это сказать очень важно сказать что я буду готов с вами про это говорить дальше когда мы встретимся потому что очень часто бывает так что человек открылся поговорить до конца не получилось но чувствую чувство стыда за то что он слишком много открылся и это может быть причиной того что он больше не придет фраза конечно же не панацея но если мы говорим что я буду рад вас видеть или я буду готов вас выслушать и я буду на месте в 12 мы сможем про это поговорить да и шанс того что человек придет больше чем если мы этого не скажем этапы психотерапии психической травмы про которые мы уже говорили есть травмы события есть стабилизация ну банально если мы говорим про так эшелон первой помощи на месте то мы человек обеспечиваем 5 чувством безопасности тепло одеяло физиологические потребности колоджажда даем чувство надежности спокойной поддержки и выключаем чувство одиночества и проработка говорим про чувства рассказом какие общие чувства есть активизируем нищиеся ресурсы интеграция совершение успешной психотерапии травм является интеграция опыта есть очень важный момент что когда мы перейдем к посттравматическому синдрома есть документ что интеграция опыта в посттравматическом синдроме идет только через действие поговорить это хорошо это мало мы подводим план к тому что человек что-то будет делать и да на этапе начальном этапе интеграция важно поддержать скорб человека по утраченным иллюзиям или реальной потери и помочь научиться заново ориентироваться в реальности то есть что я буду делать дальше с теми ресурсами которыми и сейчас тем что я такой какой и сейчас и поддерживающая терапия поддерживающая психотерапия необходимо стабилизировано людям людям стадии ремиссии то есть все люди которые пережили кризис на самом деле нуждаются элементах поддерживающей терапии вопрос времени что если кризисная интеграция нужна осад чем быстрее тем лучше чтобы не капсулировать негативные эмоциональные переживания поддерживающая терапия может прийти позже но она все равно необходима отвечая на вопрос как оказать поддержку есть принципы поведения при поддерживающей психотерапии сам факт того что я нахожусь рядом с человеком могу с ним поговорить я через свой эффект присутствия очень много вкладываю в отношения очень важный интерес эмпатия мы отзываемся на важный чек эмоциональные события мы никогда не делаем акцент на слабости человека сейчас на свои силы я могу а ты нет не доминируем не начинаем брать парентинг как вот контрольный человек очень важно знать человека привычки симпатии поэтому важно с ним общаться очень важно хвалить важно чтобы похвала была искренне потому что кто-то хочет к это гигантский панель лиза для кого-то встать с кровати дайте налить чай заварить выпить в этот подвиг вообще на данный разъяснение с целью определить приоритеты беспокойства и опять же в очередной раз подвести итог нет агрессивных вопросов нет споров нет критики нет анализирования чтобы меньше тревогу мы можем не ожидать ответа на комментарии который мы даем который мы обычно ждем в социальной коммуникации не всегда указываем на негативные чувства прямым образом и вообще желательно не интерпретировать если мы интерпретируем ты это делаешь потому что мы спрашиваем разрешение потому что мы можем через это опять отобрать у человека ощущение того что он что-то контролирует свою жизнь уважать психологическую защиту например нежелание про это сейчас говорить но сейчас я не хочу вот мы понимаем что сейчас вот самое время и надо есть возможность человек не хочет мы должны это уважать проекта слова мы уже говорили про процесс горевания если процесс горевания застопорился об этом можно будет говорить спустя 2-6 месяцев то риск того что будет вызываться депрессия может понадобиться специалист чтобы уже более конструктивно выходить задачи паралекситимия и способность говорить про чувства мы уже говорили переводит греческого нет слов для чувств или а вот алексистимус нет слов на трудности в понимании вербальное выражение свой чувство эмоции также неспособность отвечать эмоции от соматических ощущений в итоге приводит трудностям понять эмоции которые переживают другие люди дефиниция поменялась 73 года и например в 2009 году была уже неспособность получать опыт и общаться посредством чувств на уровне сознания еще в 2009 году считал что лекситимия это это индикация к психотерапии и вообще к оказанию помощи потому что могу человеку достучаться только насчет логики с 2010 года уже считается что можно если мы человеку дадим определенный формат способности говорить про чувства что важно люди обозначают эмоции одним словом но на самом деле каждый принимает ее по-своему я люблю тебя я гневаюсь я злюсь не страшно здесь имеет смысл сделать такой ход конем и спросить человека которого общаетесь что для вас означает страх что для вас означает гнев это возможно звучит как глупые вопросы но вы будете удивлены ответами второй момент что хорошо нормально вы можете для себя сразу переводить как не лезь куда не просит мне спрашивание твое дело не трогай меня нормально это особенность нашего взаимодействия и опять же когда мы говорим человеком он описывать ситуацию если его внимание переводится с внутренних переживаний на внешние обстоятельства и человек не ориентируется в самом эмоциональном мире эпоха его регулирует мы это видим и слышим можем думать про то что здесь есть вопрос связан с лекситими когда мы не понимаем сами себя мы теряем способность сочувствовать и не являемся эмпатичными даже тогда когда с вами кажется что чувствуем других можем многому учиться у детей лекситимия на 98 процентов последствия травмы то есть что так случилось или серия микротравм которые наложились одна на другой они все связаны с ощущением беспомощности есть такой термин как психогенная капитуляция я отказываюсь чувствовать поменять слишком много я не буду и это приводит к отключению тревожности потому что отсутствие чувства внутренней безопасности нет тревожности это может привести к либо психогенной смерти под суицидом а психогенной смерти до когда я не реагирую на заведомо опасную ситуацию я могу идти в бар вести себя очень вызывающе с людьми которые могут мне перенести неприятности я не нажимаю вовремя на педаль тормоза в автомобиле и так далее следствие которое вообще приходит приводит но это как крайне случаи психогенная смерть но алекситимия приводит к неспособности защитить себя к ступору и у нас развивается роботизация автоматизация реакции мы начинаем работать как робота если вы находились ситуации где вы очень много дней подряд не спите нормально нормально не кушаете нормально не пьете воду и у вас есть постоянно стресс нужно что-то делать вы можете заметить у себя такое бы сказал даже в сторону наркологического состояния когда вы многие вещи делаете на автомате я пришел что-то сделал приготовил еду кстати а куда поставил стаканчик здесь здесь а точных фото и через секунду забыть про это даже куда я дел ключи куда я положил документы где мой телефон скорбь про это очень важно еще упомянуть что мы стали на реакции возникающим случае утрату может быть кратковременной постоянно реально выдуманной физической эмоциональной так далее но она всегда связано с утратой и очень важно понимать что это нормальный это процесс если мы различаем скорбь и депрессию как состояние дата депрессия это состояние патологическое 10 элемент саморазрушения значительно внутренней агрессии есть всегда утрата внутренней мере то есть я чувствую что часть меня умерла вместе с другим человеком или с какой-либо ситуации как будто вырезали кусок и не на вот это проявление депрессии случае скорби это естественный процесс там нет саморазрушения внутренней агрессии есть печаль да есть утрата всегда в внешнем мире то есть он ушел но я понимаю что я остался просто как я с этим должен дальше стадии бывает эмоциональный шок и отрицание фаза гнела фаза вины и смирение эмоционального возобновления эмоционального равновесия принятия в случае гривания как и в случае принятия есть различные линии так называемые они между собой пересекаются вот есть фаза гнева гнев он очень сильный в самом начале постепенно он идет в меньшую-меньшую сторону он пересекается с линии принятия примерно спустя 6 месяцев после события и достигает своего низкого состояния так же как линия принятия достигает свой максимум примерно в конце года поэтому всегда считалось что траур обычно один год в некоторых культурах острые симптомы как проявляется желание поговорить ощущение слабости нарушения сна упреки огромное чувство вины плач крик бывает даже что люди вид иллюзии галлюцинация когда кто-то умер я прихожу домой и я вижу что тень человека захожу нет это тень то есть это как бы в принципе можно оценивать как галлюцинацию но по сути в данной ситуации это нормально продолжительность острые симптомы 1-2 месяца в среднем длится от 6 до 12 месяцев патологическая скорбь отсутствующим допустим произошло события и никак нет не регионы вот ничего не слезеньки никак на отложенную скорбь можно видеть позже допустим когда случилось события когда никак не приагирую потому что нужно было выживать что-то делать я был занят вообще на самом деле не и отложил эти переживания меня были болезни закапсулировал убрал и бывает меньше что они могут вылезть и спустя 5 6 7 лет 8 внезапно ровно месть я иду по улице внезапно начинает на кровать волна и не начинает крыть чем-то хроническая скорбь это тоже очень патологическое болезненное состояние когда нужно оценивать пример что-то родители умер ребенок и для них вот эта дата когда он умер на становится специфически где за неделю до и за неделю после них циклические начинают происходить сильные эмоциональные реакции симптомы патологической скорби чрезмерная интенсивность переживаний очень чрезмерно очень затяжные и социальные мысли даже и могут быть попытки суицида есть психотические симптомы то что можем оценивать уже как бред самообвинение что если бы не я то это не случилось это потому что я плохой и так далее что делать в этом случае если вы оказались рядом принципы кризисной интервенции сработают точно так же мы слушаем не осуждаем мы действуем так чтобы ясно что мы хотим помочь воспринимаем серьезно временно установление отношений и очень важно мы держим дистанцию не в физическом смысле что я разговариваю с другого конца комнаты и не вовлекаюсь решением потому что тогда я опять солюсь мне может снести просто аспект важно высказать горе и сожаление гнев чувство виной утраты про это человека стоит стимулировать говорить человек может стесняться плакать и у нас в принципе социально принято что плакать нельзя особенно мужчинам нужно что здесь можно плакать вот даже вот такая банальная фраза мы принимаем боль утрата и еще одна вещь про которые люди не говорят но очень боятся этот страх он встречается на самом деле иногда в некоторых ситуациях чаще чем страх смерти это страх сойти шум если у меня яркие эмоциональные реакции галлюцинации естественно могут быть что со мной что-то не так мне страшно про это говорить и в этом случае имеет смысл обдумать уже употребление медикамента сложных случаях рекомендуется консультация психотерапевта цель то же самое профилактика и дезадаптация если мы говорим про медикаменты фармакотерапия в некоторых случаях не всегда способна отозвать или уменьшить эффективность психотерапии потому что происходит избегание вызова избегание автономии я полагаюсь не на себя а на нечто и допустим привык что у меня есть таблетки и если я внезапно наружу что у них с собой нет я вышел на улицу поможет вызвать сильную массовую реакцию избегание мобилизации конфликта это и не решаю эту задачу своей жизни и откладываю избегание перемен утрат новых возможностей надежда на химические и технические решения что я сейчас попью таблетки меня отпустят и соматизация может закрепляться химическим дисбалансом если таблетки подобраны классно с первого раза все зашел нет побочных эффектов все очень хорошо не могут очень помогать но обычно так как мы не знаем как у человека вот уникальная способность воспринимать медикаменты их нужно подбирать ну да нежелательный побочный эффект раз может вызвать ухудшение самоинтеграции потому что я замедляюсь восприятие себя и многие медикаменты связаны с тем что называется emotional blending или эмоциональное тупение не давит эмоции соответственно я не проживаю этот опыт я через него проскакивал эмоция как травма она остается на тремя закапсулированы нерешенно не придется к ней вернуться рано или поздно перенос опыта следствие амортизации то есть медикаменты амортизируют события не могу взять на позитивную и ухудшение саморефлексии эмпатии это приводит к корнификации синдромов большой риск рецидиал и нам нужно очень важно оценивать краткосрочный результат или долгосрочный результат потому что на дело пропить курс медикаментов 10 дней другое дело пропить его в 2-3 года или 6 месяцев как в некоторых случаях идет с антидепрессантом важно не навредить и это важно оценивать и сопровничать с врачом как помочь человеку имеющим мысли о самоубийстве есть важный аспект что как показывает практика огромное количество годовая опыта специалистов на самом деле никто не хочет умирать чтобы они не говорили терапевт есть какие-нибудь суицидальные мысли нормальное количество терапевт нормальное количество ноги несмотря на то что мы все иногда о суициде задумываемся есть небольшой я подобрал список мифов и фактов которые могут помочь вовремя сориентироваться человек который обсуждает суицид его не совершает но де-факто согласно различным фактистикам по одному исследованию 80 до 80 процентов предупреждающие сигналы пытаются про это говорить пишут записки упоминают и обращаются за помощь это просьба о помощи склонность к суициду врожденное односледственное явление нет не передается генетически это в средстве биопсих и социальных факторов разговоре суициде могут подтолкнуть человека к копытке наоборот практика показывает что разговор не вызывает суицида а дает возможность высказаться с неопряжение и отказаться миф это просто способ пролечь внимание человек это никогда не сделает всегда стоит относиться серьезно даже если не совсем так выглядит никогда не знаем когда показательная попытка может внезапно перерасти в настоящий те которые делают суицид сумасшедшим любой человек может быть доведен до самоубийства это факт если человек однажды подумал о суициде он будет думать об этом всегда прошествие периода мысли проходят да вообще как показа практик мы все за свою жизнь хотя бы несколько раз про это думаем если человек выдал спасет попытки суициду он в безопасности нет если не решена ситуация попытка может повториться и это видим тоже на практике если человек склонный суициду раздает свои вещи у нас целенной безопасности и он просто решил измениться то нет это красный флажок о том что что-то не так точки зрения развития и психодинамики депрессия у детей невозможно по факту детей депрессии есть возможно дети способность на самоубийство и они могут ли довести попытку до конца и это тоже к сожалению очень печально факторы риска который можно оценивать уже была история суицида в семье попытки суицида в прошлом у конкретного человека у человека есть конкретно план действий как уже говорилось раздача важных вещей близким и родственникам недавно утрата близкого человека семья была дестабилизирована из-за утраты насилия или таких событий произошло несколько признаки психотической натурой тоже к вопросу оптических диагнозов зависимость от алкоголя наркотиков недавняя психологическая физическая травма которая серьезно повлияла на способность человека функционировать уже бывая история неудачного лечения зенокий изолирован образ жизни нет связи с родными внезапные радикальные изменения в поведении депрессия как правило возраст стаж 45 лет мужской пол высокая раздражительность гнев склонность к насилию что в принципе является следствием эмоциональной мобильности и желание человека категорически принимать помощь собственно говоря сама депрессия и если у человека боя история лечения в статистическом учреждении безработица пенсия одиночество трата физического здоровья сами по себе эти факторы одиночества они не являются особо сильно вот прям указывающими они копятся если их накопилось очень много то это факторы риска птср есть 5 перейдем именно к вопросу и прекрасный вопрос является ли отсутствие желания зарабатывать деньги проявлением псевденной капитуляции само по себе нет можно рассматривать в комбинации с другими факторами это возможно проявление чего-то еще чего-то глубже скорбь по людям которых никогда не знал это сопереживание я соединяя ситуации начинаю очень эмоционально реагировать на то что могут испытывать либо люди рядом со мной либо далеко-либо я сопереживаю самой ситуации начинаю примерять на себя естественно кто не хочет умирать но если не получается ничего зачем тогда мучиться есть вопрос в том действительно ли получается ничего или это мое искривление искривленного восприятия реальности так ли это все печально есть несколько фильмов на эту тему которые поднимали вопрос один из них знаменит один плюс один французский а второй немецкий достаточно эмоционально непростой фильм про в душе я танцую где описывается про дружбу двух подростков один из которых был полностью парализован а второй было следствие дцепа не как бы очень плохая социализация и в итоге да вот они там есть по енде они там обсуждают вариант сути зачем мучиться если вот так всю жизнь жить зачем что ради чего все все всегда не так однозначно как кажется хорошо продолжаем дальше посттравматический синдром птср посттравматическое стрессовое расстройство неспособность выдержать эмоциональную перегрузку которая вызывает долгосрочную угрозу жизни так как наш мозг не видит разницы между выдуманным и выдуманной реальностью у вас мог быть реальный опыт травмы мог быть гипотетический опыт травмы может быть вы могли быть свидетелем травмы могли себе продумать про это будет ли осознание работает одинаково есть факторы по кратковременной реальной угрозы жизни вы были свидетелем и отдельно остается вопрос про детей и подростков потому что у них за счет особенности нейропластичности развития нервной системы как разреет еще они более подвержены ярким симптоматике симптомы постоянные переживания травмы посредством неприятных воспоминаний снов и псивных действий и вот флешбек про который я уже говорил это внезапные яркие реалистичные воспоминания травмы избегание стимов напоминающих о травме например мысли и ощущения связанных с травмами человек может внезапно забыть вообще про травматичные события называть психогенной амнезией может отключиться мотивация и интерес понежный интерес значительным событиям могут быть внезапно проявиться возбуждаемость и вспышки гнева проблема концентрации дезадаптация про которую мы уже говорили симптоматика действует как минимум месяц после чего можно ставить диагноз признаки про которые можем говорить это враждебное отношение доверия к окружающим миром 1 социальное сторонение 2 ощущение отчаяния безнадежности 3 нет перспективы хроническая тревожность постоянное ощущение угрозы чувство что мир враждебе непредсказуем и я ничего не могу с этим сделать или могу очень мало сторонение желания себя самоизолировать потому что никому нельзя доверять ощущениями социального одиночества человек может пытаться подавить все воспоминания связаны с насилием которые у него были вообще согласно данным которые у нас есть что даже если не было прямой угроза было хождение в среде тяжа симптоматики например у военных после эмиссии может повышаться на 14-45 процентов данные по флате 2012 года в случае развития военные становятся практически инвалидом ну и любой другой мирный человек тоже распространенность среди взрослых на 2012 год например в США среди мирное население от 0,7 до 9,2 процентов то есть иными словами от каждой сотой до каждой десятой может носить симптоматику даже в мирное время признаки ПТСР в отсутствие сражений сначала доминируют тревожность не характерны соматофорные расстройства они появляются позже здесь очень важный момент на самом деле не все так печально вообще как описывается в динамике симптомы уменьшаются до 80 процентов то есть на самом деле почти огромное количество людей есть грубый риск это чаще встречаются молодых одиноких разведенных овдовевших финансово неблагополучных социально изолированных людей ПТСР не всегда связан с военными действиями таковыми у него есть тоже стадия развитие сных синдромов коморбидность станет состояние которое идут вместе рука об руку Впоследствии выздоравливает спонтанно без вмешательства до 30 процентов людей сохраняются небольшие нарушения примерно 40 процентов тяжелые нарушения 20 процентов состояние не улучшается или ухудшается 10 процентов это если ничего не делать с чем идет алкоголизм наркомания и химические зависимости и зависимое поведение про это мы уже говорили эмоциональное тревожное расстройство и эмоциональная нестабильность устройство личности и важный момент расстройства сенсорики эмоторики все начинают хуже чувствовать себя своими телами хуже начинает работать мелкая эмоторика моё тело вообще хуже меня слушается качество жизни уменьшается сотрудничество в лечении уменьшается фармакотерапия без поддержки без кризисной интервенции без лечения без психотерапии может увеличить резистенцию потому что мне не помогает так сразу быстро как я хотел бы качество жизни близких конечно же тоже уменьшается смена врача становится часто и ей повышается риск повторной травматизации человек начинает вот скользить по линии медленно утягиваясь вниз ходим уже к внешней прямой что делать вот одна из целей действия нашего мозга синхронизация с другими людьми синхронизация всегда требует времени чем больше у меня травм тем больше мне нужно времени на создание сотрудничества с другими людьми через которое я могу получить для себя нечто что поможет мне преодолеть и вынуть из себя вот то что мне мешает чувствовать и быть здоровым важный момент что прошлое и будущее кратически важные моменты для мозга и если мы замерзаем в травматический момент с этого момента мы нормально будущее планировать не можем можем только учитывать то есть прошлый опыт исходя из него понижать будущее очень урезанная модель потому что мы перестаем пластично реагировать на то что происходит наша адаптация к реальности она уменьшена мы начинаем повторяться это не всегда корректно не всегда нормально и мы можем ошибаться наши ошибки становятся чаще преодоление травмы это приобретение опыта который значительно отличается от прошлого то есть сделать и пережить то что было не так как оно было тогда не думая не разговаривая действия исследование вандер кока специалиста по посттравматическому синдрому сша который сделал специальный институт по сенсомоторик для того чтобы преодолевать эти состояния вот три постулата которого про которые он все время говорил чтобы включить связь между прошлым и настоящим будущим вернуть свою способность прогнозировать ненужное действие ощущая свое тело при помощи движения мы можем задействовать кортекс кору нашего головного мозга и вызвать изменения поведения вернуть себя в норму люди с эмоциональными травмами не обладают способность к медитациям им тяжело выдерживать тишину и спокойствие и это следствие того что часть релаксационных техник на них вообще не работает они работают очень плохо они не могут высеять медитацию не могут образиться внутри себя они не могут обратить внимание внутрь себя их релаксирующая музыка начинает раздражать им хочется уйти и в итоге становится хуже от того что я вроде пошел делать то что мне должно помочь а мне становится хуже поэтому им нужно двигаться что мы можем сделать сначала про те кто оказывает помощь другим не бояться чувств своих и чужих развивать свое самоуважение потому что без самоуважения вы не сможете преодолеть те минусы и травмы с которыми вы столкнулись потому что мы не можем помочь всем общение без чувства вины это тоже очень такой важный момент потому что я не должен чувствовать себя виноватым что мне повезло больше чем другим и я не оказался на месте других людей если я так начну думать я не могу им помочь не винить других не позволять винить себя люди в кризисе очень часто могут вылить очень много агрессивных человека которые пытаются им помочь здесь важно не воспринимать сказанное лично люди очень часто потом извиняются не держаться за прошлое вот здесь сейчас не идти против своих ценностей здесь нужно четко осознавать что я делаю где я делаю зачем я это делаю ради чего я это делаю ради кого я это делаю быть честным к себе своим целям не бояться обратиться за помощью другим специалистам не бояться что вы не справитесь люди боятся не справиться боятся сказать что I need help использовать время с толком времени мало всегда в жизни в принципе мало времени давать ей возможность отдохнуть вне работы рекомендации лечения профилактики про выгорание которую я упоминал вначале континувная хиральная терапия КБТ техника психообразования или психоэдукации ИПТ это индивидуальная психодинамическая терапия является и профилактика и лечение группа баллента и супервизии вашей специальности например для журналистов вполне может работать группа журналистов по системе баллента это группа поддержки и работа с более опытными специалистами коллегами которые могут делиться своим опытом это в кризисе для нас это важно это то что может делать организация для своих сотрудников оплата материальные и нематериальные выгоды возможность карьерного роста увеличение штата обучение персонала техники самообслуживания формально-неформальная поддержка четкие условия работы регулярная оценка рабочих условий эластичный график ротация дополнительных клинических исследований семейный врач специалист клинические и приклинические исследования чтобы посмотреть как уже на уровне тела я в ком-стане вообще нахожусь помнить про принцип кислородной маски сначала заботимся о себе потом о других если мы начнем помогать всем мы очень быстро кончимся мы не поможем ни другим ни себе в итоге и я создам напряжение для других кто будет помогать другим потому что мне будет уже нужна помощь форму сохранения своего здоровья достаточный объем движений активный образ жизни полноценный отдых сон здоровое разнообразное питание поддержание эмоционально-полноценных отношений с окружающими мне близкими людьми ничего не поменялось оно как было так оно и работает это нужно просто помнить и смотреть я вообще спал я вообще ел когда вообще в последний раз пил что именно вообще я ел за последнее время когда я в последний раз был со своими те, кого я считаю своими например, со своими близкими и так далее несколько советов что происходит, если спать по 3 часа ничего хорошего помню, что наши мысли нужно постоянно останавливать их это тоже, чтобы повторяли мысль, которая идет через все вебинары хомяка нужно выгуливать белку вводить и в этом состоянии не находиться да если мы следим за своим телефоном и чтобы он не разрядился то мы не должны позволять разрядиться себе потому что мы о себе должны заботиться больше чем о телефоне у нас больше функций да никогда не нужно превращаться в самую наивную в мире то мы не можем через инвентурдоголика когда я все доделаю и вот тогда я высплюсь у нас есть свой режим через который мы идем иначе мы будем соревноваться у кого из нас давление выше очень быстро в любом возрасте литература я очень вообще рекомендую обратить внимание на книгу психологическая первая помощь Джона Хопкинса есть курс на курсарк который можно пройти и прослушать ну и есть возможность на интернеров по системе сенсомоторной коммуникации которая будет специально все время создана для того чтобы восстанавливать моторно-сенсорные нарушения и укреплять нашу нервную систему цель системы была создать простую многофункциональную систему для решения массовых проблем социальной адаптации с агрессией конфликтами без конкуренции с целью восстановить полное физическое и душевное социальное благополучие здесь мы все спасибо всем кто помогал составить эту презентацию и спасибо за внимание